Утро на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия» в студии Екатерина Данилова. Здравствуйте на календаре. Среда, 8 декабря. 2022 год жители Чувашии будут встречать дома. На внеочередном оперштабе запретили работу кафе и ресторана в последние дни декабря. А точнее, заведение общепита закроют с 23 часов 30 декабря до 12 часов 1 января. В список исключений не попали даже ковид-фризоны. Проведение крупных массовых мероприятий даже на свежем воздухе в новогоднюю ночь также не планируется. А вот театралам повезло. Праздничные представления для детей в учреждениях культуры все-таки пройдут. Но без хороводов и игр возле елки. Новогодние праздники будут проводиться, утренники будут проводиться с участием родителей. Но родители должны быть вакцинированы или они имеют документ о том, что они перенесли заболевание в течение последних шести месяцев. Сохраним природу вместе. Жители Чувашии приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры BoomBattle. Участвовать может каждый. Для этого необходимо не только собрать и сдать бумагу, но и выложить креативный пост на эту тему в соцсети, поставив хэштеги BoomBattle и Нацпроект Экология. Не забудьте отметить в посте вашего кумира, ведь главный приз акции – онлайн-встреча со звездой российской эстрады. Кроме того, важно заполнить заявку на сайте boombattle.nациональныепроекты.rf. Отмечу, акция продлится до 20 декабря. В день рождения принято не только получать подарки, но и дарить радость другим. В преддверии своего юбилея компания Image Optica, а ей в этом году исполняется 25 лет, запустила благотворительную акцию по сбору подарков для подопечных приюта «Право на жизнь». Он находится в Чебоксарах. Там живут пять сотен собак, которым по тем или иным причинам пока не удалось найти новых хозяев. Приют функционирует исключительно на жертвы благотворителей. Город выделяет средства лишь на содержание новичков, поэтому от помощи в пункте передержки никогда не отказываются. Особенно нуждаются в продуктах питания, ведь у питомцев аппетит хороший, кормят их два раза в день. Но все подряд они не едят, поэтому перед тем, как отправиться в магазин, поинтересуйтесь, о какой же марке нужен корм. На инстаграм-странице Image Optica есть развернутый пост, посвященный этой тематике. На самом деле список необходимых вещей огромен. Приют находится на окраине города, и чтобы не терять времени на дорогу, подарки для четвероногих друзей можно принести в ближайший салон Image Optica. Долгу перед добродетелями не останутся. В качестве благодарности для них подготовили вот такие открытки, которые можно отправить близким или друзьям, не отходя от кассы. А сотрудники компании сделают так, чтобы весточка нашла своего адресата. Сегодня на телеканале «Россия-1» выйдет программу с участием врача-флеболога медицинской клиники «Варикоза.нет» Рудольфа Богданова. Трансляция пройдет в прямом эфире, поэтому у вас, телезрители, будет возможность задать вопросы доктору по телефону. Тема программы – варикозная болезнь и тромбы. Какие могут быть осложнения и какое лечение предлагают врачи-флебологи? Об этом расскажем сегодня, 8 декабря в 9.30 утра на телеканале «Россия-1». Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. До свидания.